Добрый вечер, коллеги! Как меня слышно? Поставьте плюсики, пожалуйста. Слышно меня или нет? Добрый вечер, коллеги! Слышно? Отлично! Я сегодня буду без видео, вы меня простите, просто связь немножко не очень хорошая, чтобы не было сбоев. Итак, я рада вас всех приветствовать на нашем очередном вебинаре уральском, который проходит каждую среду. Я рекомендую обязательно приходить на такие вебинары, потому что они все разные, все интересные, все красочные и все очень-очень полезные. Приводите обязательно свои структуры и команды. Сегодня у нас будет вебинар про wellness, но он не будет про продукт. Сегодня я хочу с вами поговорить про wellness как продукт, как бизнес-инструмент, потому что на самом деле это шикарнейший инструмент, с которым можно работать, нужно работать и необходимо обязательно двигаться. Но прежде чем я перейду к нашему вебинару, я хочу представиться для тех, кто меня не знает. Меня зовут Куряча Татьяна, я в звании рубинового директора. В компании я более 20 лет и очень люблю наш продукт и очень люблю нашу компанию. Я просто преданный и потребитель, и в то же время преданный бизнес-партнер нашей компании «Фаберлик». Итак, вообще что такое wellness направление? Оно не просто продукт, который изобрела и сделала для нас компания «Фаберлик». Вообще это направление – это концепция здорового образа жизни, включающая в себя гармоничное развитие духа, тела, оптимистичное. Добрый-добрый вечер всем, кто присоединяется. Я уже веду, присоединяйтесь. Это оптимистическое отношение к жизни и уход за собой. Вообще wellness идет как стиль жизни, и вообще он уже давно, с 60-х годов, но в России он появился совершенно недавно. И вы знаете, что в этом году компания «Фаберлик» тоже выбрала это направление, и у нас появились продукты, и они пополняются, и я думаю, что они будут восполняться еще дополнительными продуктами. Вообще стиль жизни – это забота о физическом и эмоциональном состоянии человека. А еще wellness направление – это многомиллиардная долларовая индустрия по всему миру. И wellness направление есть как в сетевых компаниях, точно так же есть просто компании, которые продвигают такой образ жизни именно wellness. Почему это очень выгодное сейчас направление, с которым нужно, не просто можно, а нужно работать, обязательно на него обратить внимание. Вообще, знаете как, вот сейчас я вам буду зачитывать именно те пункты, которые находятся именно правила wellness направления, а вы для себя представляете, кому бы вы могли это предложить, и кто ваши близкие, знакомые заинтересовались бы именно вот этими пунктами. Для того, чтобы понять, что такое wellness направление, необходимо начать с изменения в своей жизни. Ввести в свою жизнь правильное питание, регулярно заниматься спортом, бросить все свои пагубные привычки, составить для себя распорядок дня, заботиться о душевном эмоциональном развитии, не допускать переутомления, уметь вовремя расслабляться, употреблять витаминные комплексы, уметь абсорбироваться от внешних стрессовых обстоятельств. Вообще wellness включает в себя все, что связано со здоровлением и хорошим самочувствием. Подумайте сейчас ориентировочно, сколько человек окружающих вас заинтересовались бы именно вот этими пунктами. Напишите мне в чате приблизительную цифру, сколько именно у вас может быть таких людей в вашем окружении, в ближайшем. Я жду. Добрый-добрый вечер. Давайте будем в активной позиции. Я просто точно знаю для себя, что у меня огромное множество, как и моего возраста, мне 52 года, так и младшего возраста, особенно обращают внимание на свое здоровое состояние. Вот Елена нам написала 7. Спасибо большое. Напишите, коллеги, очень важно сейчас задуматься и вспомнить тех людей, которым было бы это интересно. Потому что если вы не подберете ту команду, ту группу людей, которые заинтересуются и пойдут за вами, то бесполезно строить бизнес на этом продукте. 2-3 человека. Мало, наверное. Наверное, вы, Елена, предполагаете. Светлана написала, думаю, всем. Я тоже так считаю. Потому что, во-первых, смотрите, сейчас очень много продвигается здорового направления, образа жизни в интернете. Очень много идет... Добрый вечер, Светлана. Очень много идет продвижения через телевизор. Много передач, которые направлены на здоровое питание, где рассказывается, как правильно заниматься спортом и многое-многое другое. Вы посмотрите, сколько в городе, Галина говорит, почти все окружения около 20 лет кушают продукты здоровья. О, тогда прелестно просто. Значит, у вас намного больше их. Все пункты подходят по нашему времени. Да, вот знаете как? Начиная от молодых, потому что сейчас особенно молодые уделяют много времени своему здоровью, своему внешнему виду, как они выглядят, как они стройны и не стройны. Это первое. Молодежь. Далее уже идет категория мамочек, которые после родов, после беременности, у них поменялись формы. И им хотелось бы восполнить, изменить и улучшить вот это состояние, чтобы он стал намного лучше, чтобы их тело стало опять молодым и красивым. Потом направление тех женщин, у которых дети подросли, и им становится скучно, им хочется быть, принадлежать какой-то категории, какому-то сообществу, где действительно мыслят правильно. Если, например, многие идут в сетевой, но есть категория людей, которые сетевой не признают. А вот клубы по интересам, по здоровому питанию и по здоровому образу жизни сейчас очень сильно развиваются. Ну и те женщины, которым уже за, я так скажу, начинаются проблемы со здоровьем, начинаются гормональные сбои, начинаются изменения очень кардинальные во внешнем виде. И им очень хотелось бы как можно дольше прожить. Они начинают думать, как же жить лучше, как же стремиться лучше, как же сделать так, чтобы вся жизнь, она складывалась просто великолепно и прожить намного больше лет. Поэтому вам будет домашнее задание такое маленькое, чтобы вы обязательно прям составили список этих людей, которые по этому направлению двигаться будут. Еще раз повторю, что сегодняшний наш вебинар не о продукте wellness, хотя, конечно же, все будет строиться на нем, потому что те продукты, которые изготовила компания, которыми мы уже сейчас очень многие пользуемся, те, которые продукты начали предлагать мы своим клиентам, они приносят шикарнейшие результаты. Это и супы, это и коктейли белковые, это и белковые батончики. А сейчас новый продукт вышел не wellness продукт, не чаев фэмили клаб, и с 16 каталога уже появится этот продукт в каталоге, и уже люди смогут видеть его в каталоге, а мы уже можем его сейчас попробовать. И это тоже здоровое питание, которое мы можем включать именно в комплексы, в рационы, добавлять продукты для здоровья, это как витамины, да, вкуснятина, это просто великолепные продукты, чаи, я просто в восторге. Шоколад, это всего лишь 15 килокалорий, это просто великолепно. Поэтому мы о продукте не говорим, но его подразумеваем. И знаете, еще какой момент сейчас хороший? Уже многие из нас попробовали его, очень многие получили шикарнейшие результаты, и нам есть о чем говорить. Поэтому мы можем смело предлагать продукт нашим клиентам и уже увеличивать свои объемы. Первое направление, о котором я сегодня буду говорить, это увеличение личного объема. благодаря вот коктейлям и всей продукции Wellness. Вот смотрите, любая продажа начинается с доверия. Естественно, наши клиенты, они доверяют, когда мы даем им свои эмоции, когда мы им рассказываем о своих результатах. И сегодня я вам прямо вот сделала такие слайды, они будут обязательно вам предоставлены и презентацию, чтобы вам было прямо вот брать их и с ними работать по пунктам. Потому что, вот смотрите, для того, чтобы увеличить личный объем, обязательно первым делом купите и попробуйте сами. Ничего не работает, если нет у нас эмоций личного потребления. Ничего не заменит то, как мы рассказываем с удовольствием, как это вкусно, как мы разводим, как нам больше нравится, как мы мешаем коктейли, какие у нас результаты. То есть личный пример, он всегда дает результат. Второе. Обязательно фокусируйтесь, фиксируйте свои результаты, потому что многие начали пить, видят результаты, но в показателях не могут предоставить своим клиентам цифры. Когда у вас будут цифры, когда у вас будут таблички, то вы можете прям показывать, с чего вы начали, что у вас уменьшилось, на что лучше обратить внимание. Вы уже на собственном примере сможете любому клиенту рассказать, как вы использовали и какой результат у вас произошел. Очень хорошо, если вы будете делать фотографии до, когда вы начали пить эти коктейли, супы и батончики есть, и фотографии после. И вот если вы продолжаете этот путь личного потребления, и у вас результаты еще лучше и лучше становятся, в данной ситуации вы делаете фотографии, потому что вы сами будете радоваться и видеть, насколько произошли изменения. Во-вторых, эти фотографии могут быть у вас в телефоне, когда вы пришли к клиенту, например, куда-то. Вы можете эту фотографию запросто показать. И замеры могут быть у вас в телефоне. Сразу же вы можете показать. Третье. Дайте попробовать своим друзьям. Поделитесь этим продуктом. Я прямо прописала вам несколько пунктов, как можно делиться с друзьями. Четвертое. Делитесь своими результатами на своих страницах в соцсетях. Ну, мы об этом попозже поговорим. На своих страницах в соцсетях. При личной встрече с клиентами и друзьями, я вам уже сказала, пусть у вас будет в телефоне и фотографии, и ваши замеры. Пятое. Подходите с юмором к своим историям перехода. Как вы, например, переходили на здоровое питание. Все мы не грешны. Все мы любим определенные продукты, которые вредны. Вредны для здоровья, а не просто для потребления wellness. И если вы будете смеяться сами над собой, то люди намного легче будут воспринимать вашу историю. Они будут улыбаться, и они с легкостью пойдут к вам. Потому что естественное, вот это вот ваше, естественный смех и юмор над самим собой, он привлечет людей и покажет, что вы такой же, как и они. Например, если вы начали вдруг заниматься физической нагрузкой, каким-то спортом, а до этого не занимались, и наткнулись на какие-то проблемы смешные, какие-то смешные истории у вас появились, прям копите эти смешные истории. Я помню много лет назад, когда я пришла в компанию, когда меня пригласила мой наставник Вера Борисовна Зырянова, она меня заставила вести тетрадочку своих результатов. То есть я попробовала какой-то продукт, и я прям описывала, какой результат на данный продукт. Я вела эту тетрадь очень красиво, и прям вот с картинками туда, прям вклеивала картинки, описывала. Благо у нас сейчас есть все в интернете, раньше такого не было, поэтому я вела такую папочку, вначале тетрадку, потом папку. И потом я эту папку носила с собой, к своим клиентам. Вот по потреблению wellness продукта, и по своим результатам, и по своим смешным каким-то вот ситуациям потребления, вы можете просто это сделать, и вы сможете поделиться, и пусть ваши знакомые клиенты полистают и посмеются вместе с вами. Как вы отвыкали от больших порций, потому что у многих бывают большие порции. Как вы расставание с вечерним холодильником. У меня была такая история, когда я начала пить wellness коктейли, я рассказывала в соцсетях, как я, бедный холодильник, страдает по мне, что я к нему вечером не подхожу. То есть у нас свидание не происходит. И вот такие смешные истории, они очень будут интересны, даже вот когда вы просто будете сидеть с подругами, например, общаться, и вы им будете рассказывать. Шестое. Сделайте мини-пробники продукта wellness. Сейчас у нас в компании нету мини-пробных продуктов, но их можно сделать в принципе самим. Есть огромное множество различных пробных каких-то упаковочек, ну даже вот где вот упаковка есть, с дядей жарой, да, можно и так, оставание с дядей жарой. Поэтому придумывайте. Это смешное, оно всегда, знаете, как вот очень благотворно влияет, как на вас, вы сами над собой смеетесь. Точно так же будут люди смеяться над вами и будут вспоминать себя, что они такие же. Ага, я когда сбросила 15 килограмм, обнаружила, что у меня, что я умею бегать, во, надежда, да, вот, что оказывается. Вот поэтому эти истории, вот прям копите их, как копилочку копите. Пробники можно сделать, одноразовая упаковка, купить какие-нибудь красивые пробники и туда, например, засыпать наши продукты. Коктейльчик можно забросить туда. Можно, например, взять наш батончик, разделить на несколько частей и упаковать красиво. Для чего сделать пробники? Сейчас объясню. А я нагибаться до пола стала. Во, видишь, как, Светлана, прекрасно. Носите их с собой на продаже, эти пробники. Например, вы идете раздавать каталоги. Носить с собой все продукты невозможно. Отсыпать куда-то в кружку человеку некомфортно. Вы просто начните вот эти пробники дарить. За хорошую покупку или просто как постоянному клиенту. Сделайте это. Вот поставьте мне, пожалуйста, плюсики, кто работал с пробными вариантами и средств для дома. Плюсы поставьте, кто это использует. Какие результаты у вас есть? Потому что у меня великолепные результаты, когда я прихожу к клиентам и отдаю пробные варианты, пробников духов или пробники для дома. Точно так же сделайте пробники продуктов феллнеса. Ваши клиенты будут вам довольны, и вы привлечете новых клиентов. Смотрите, когда идете на продажи, берите с собой. Спасибо всем огромное, что вы реагируете. Видите, какая у меня активная прям группа. Замечательно. Да, и заказов было больше. Все правильно. В гости к друзьям и подругам пошли пообщаться, взяли с собой пробники и каждой подруге подарили. Знаете как? Можно сделать вот на празднике. Скоро нас ожидает Новый год. Не за горами он. И можно сделать, знаете, призы на конкурсы именно пробных продуктов феллнес. Потому что если это направление продвигать, если люди попробуют, они увидят, насколько это вкусно. И они, конечно, результат с одного пробника не увидят, но по вкусу они поймут. Я почему вам предлагаю сделать пробники, когда мы были на форуме в компании, то там нам сделали пробные варианты, вот стаканчики. Насколько это было великолепно. Во-первых, мы поели. Во-вторых, я удивительно для себя заметила, что я не хочу есть. Я не пошла в кафе, что я насытилась. А в-третьих, я попробовала, насколько это вкусно. И когда я уже приехала, я прям ждала этот продукт, чтобы его купить. Поэтому ваши люди точно так же к вам обратятся и заинтересуются этим продуктом. Какой результат от вот этого внутреннего личного потребления и предложения именно клиентам пробных вариантов, смотрите, какие результаты. Первое. Если вы лично потребляете, то два коктейля или два супа, они как раз на 30 дней, потому что в одной упаковке 15 порций. Это если вы один раз. У всех пропал звук или нет? Напишите, пожалуйста, пропал или нет, потому что, может быть, у кого-то сбой произошел. Звук есть? Нет звука или есть? Есть. Все, продолжаю. Благодарю. Это, видимо, сбой у кого-то. Я поэтому видео не подключила. Смотрите, когда вы лично покупаете себе, то у вас великолепный получается результат какой. Каждая упаковка я брала, если 20% скидка, если вы покупаете продукцию с 20% скидкой, то у вас будет 15,5 баллов за одну упаковку коктейля или супа. Приятельница попробовала для посуды угольной, а потом заказала полный флакон. Вот, вот, пример. Если вы сделаете такие пробные варианты, то у вас точно закажут вот эти. Давайте теперь перейдем к цифрам. Смотрите, если вы употреблять будете коктейли и супы один раз в день, то вам хватит два коктейля на месяц. Не на каталог, на месяц, на 30 дней. Если вы употреблять будете его два раза в день, тогда тут 4 коктейля. Вы уже здесь рассчитаете. Но если вы даже два коктейля себе покупаете, это 31 балл в вашу личную копилочку. Смотрите, какой потрясающий момент. Сейчас у нас шикарная акция идет, 1000 рублей в подарок. Если два коктейля покупает ваш новичок, то в данной ситуации он, во-первых, получает 31 балл, во-вторых, у него списывается 1000. Вот домашнее задание. Посчитайте, с двух коктейлей сколько получится, потому что там получается где-то 1400 в наших ценах. Это где-то ориентировочно 2800. Это как раз порошок в следующем. Их по купонам можно взять, да. Но я бы все-таки взяла усредненный вариант, для того, чтобы понятно было. То есть где-то на 2800 ваш новичок наберет, минус 1000, а у него спишется, то есть 1800. Вы получите 31 балл, новичок получит 1000 в подарок, и еще в следующем каталоге он получит порошок. Шикарный момент. Но смотрите дальше что. Если вы начнете давать клиентам, и кто-то из ваших клиентов, хотя бы один, закажет так же, как вы, два коктейля, то получается, вы получаете прибыли с двух коктейлей. Если у вас 20% скидка. Если 26, то там больше будет. Но я сделала 20%. Вы получаете прибыль 360 рублей с двух коктейлей, с одного клиента, и 31 балл. Ой, неправильно сказала. 360 рублей с одного коктейля. Если два коктейля, то это 720 рублей в вашу копилочку. Представляете, какой хороший заработок с одним клиентом вы поработали. А теперь умножьте 10 клиентов, умножить на 31 балл, плюс ваши 31 балл, у вас получается личный объем 341 балл. Как вам такое, нравится или нет? Кому нравится, поставьте плюсики, пожалуйста. Пятерочки поставьте. Нравится ли вам заработать 341 балл в личную копилочку? Круто? Круто. Это вообще круто. А смотрите, а если 720 рублей умножить на 10 клиентов, то это получается заработок 7200, доход, если даже вы просто потребитель, если вы просто продавец, и у вас нет команды. Как вам 7200? Поставьте мне, пожалуйста, восклицательные знаки, кому хотелось бы заработать 7200 только на работе с коктейлями. Скажите, круто. Очень круто. Ну, пусть будет 5 клиентов, ну, пусть будет половина. То есть 3700 вы заработаете, это очень хорошие деньги, только в работе именно на продажах. И какой объем личный? Домашнее задание. Возьмите сейчас тетрадочку, ручку, запишите. Именно по этому направлению. Рассчитайте свою прибыль и количество баллов при добавлении других продуктов в Wellness. У нас там есть как батончики. Видите, я батончики даже не рассчитывала. Батончики необходимы. Об этом мы говорили очень много. Для тех, кто не слышал предыдущие вебинары про Wellness, скажу точно, что когда человек начинает худеть, когда он начинает переходить на здоровый образ жизни, у него организм срабатывает так, что почему-то вдруг ему хочется сладкого. Вот как раз батончики Wellness, они восполняют, во-первых, это чистый белок, это восполняет белок очень хорошо. А второй момент, здесь очень здорово получается, что человек восполняет потребность сладкого. Поэтому батончики нужны. И посчитайте вот на продуктах Wellness дополнительных баллы и прибыль. А еще вот-вот у нас появились лечебные чаи. И там есть чистящие чаи. И очень хорошо бы включать в рацион очистку, вечернюю очистку, лимфоочистку. Там есть чай прелестный, который паразитарный. Чай прелестный, очистка для улучшения. Я Р, не поняла, Галина, еще раз напишите, что вы хотели сказать. Там есть шикарный чай для улучшения пищеварения. Поэтому здесь можно добавить в комплекс еще коктейлем вот эти чаи. Посчитайте, сколько вы еще заработаете баллов и какова будет прибыль. Ну и те продукты, которые не чай в Family Club. Вот по этому продукту здесь тоже. Эти наши каши, эти супы, эти шоколадки, которые всего лишь 15 килокалорий. Это чай, который просто пить. Их тоже можно добавить. И посчитайте. Все ли здесь понятно? Если понятно, поставьте плюсы, потому что я перехожу к следующему бизнес-направлению в работе именно с продуктами Wellness. Мы работаем программами с расчетом прибыли. Супер! Вот это вы делаете абсолютно правильно. Благодарю. Итак, следующее направление – это работа с клиентской базой. Не просто с одним, с двумя клиентами, с подружками, а именно чтобы с клиентской базой. Поставьте мне, пожалуйста, восклицательные знаки, кто составляет списки своей клиентской базы. Не просто знает наизусть там у меня Вася, Петя, дядя Вася, Коля, Маша и тому подобное. А у кого есть прям списки, база составленных клиентов по именам, где найти, телефоны, поставьте мне восклицательные знаки. Есть у нас такие продвинутые продавцы. Я взяла себе попробовать новинки, получила 180 баллов, только питание. Вот, отлично. Ну, пока вы думаете, я буду двигаться дальше, потому что время у нас не так много, всего лишь час. Я хотела бы вам все об этом рассказать. Итак, именно увеличение прибыли, максимальное увеличение прибыли с продаж – это как раз работа с клиентской базой. Не с одним, двумя, с подружкой или там с соседкой, а именно клиентская база. Что здесь в этом направлении, я вам предлагаю, на что обратить внимание. Создайте площадку для массового мастер-класса. Ну, я так называю мастер-класс, потому что, когда мы делаем косметические сеансы, это мастер-класс. Мы показываем продукт на, прям сразу, ну, вот, пользование или на руке, или на лице. Когда мы, например, вот делаем что-то для дома средства, это тоже мы показываем мастер-класс. Если вы начнете с продуктами wellness проводить вот такие мастер-классы, то вы увидите, что количество людей увеличится. Как меня учили с самого начала, как только я пришла в компанию Faberlic, меня учили, что поработать с тремя людьми, это займет где-то ориентировочно от трех, где-то ориентировочно три часа с тремя людьми, если в отдельности. А если, например, пригласить трое или пятеро или десять человек на одну встречу и провести три часа вот с таким количеством людей, то это сразу же увеличивается КПД. Поэтому вот это направление, работа с большой, большой аудиторией, я предлагаю, чтобы вы увеличили свое КПД. Первое. На что можно обратить внимание? Это домашние кружки. Поставьте мне, пожалуйста, пятерочки, кто знает, что такое домашние кружки, а я буду рассказывать дальше. Это очень хороший метод в оффлайне, когда вы предлагаете своим знакомым, друзьям или своим клиентам, чтобы они пригласили к себе, например, домой своих подруг, а вы бы пришли и провели вот такой вот домашний кружок, мастер-класс по продуктам wellness. Например, если они приглашают пять-семь подруг, вы можете им подарок подарить. Вы можете сказать, если ты пригласишь семь человек к себе на домашний кружок, то я тебе подарю, например, целую пачку wellness-коктейлей или wellness-супа. Многие за подарок очень с удовольствием соберут свою группу своих знакомых, и вы сможете предложить там провести вот такую встречу. Что нужно обязательно подготовить, чтобы там провести этот домашний кружок? Обязательно подготовьте вкусную презентацию по составам. Я понимаю, что, может быть, там компьютера не будет, возможно, какую-то сделать папочку, в которой будут конкретно расписаны продукты вам в помощь, именно составы коллагена, сколько коллагена у нас в wellness-продуктах, сколько у нас железа, какие у нас витамины там есть. Там огромнейший, громаднейший список, и вы тут же в этой презентации, рассказывая людям, вы можете рассказать, для чего нужно железо, для чего нужен цинк, для чего необходим коллаген, почему нужно, чтобы вот в наших коктейлях, например, нет добавления ГМО, почему, чем вреден ГМО, глицин, чем вреден и многое другое. Если вы подготовите небольшую, на некоторое количество времени, вот такую вкусную презентацию, то вы просто, ну, как, знаете, как ликбез для людей проведете, вот такой полезный ликбез, почему нужны эти витамины, почему эти, и какие именно витамины есть в наших коктейлях. Следующий пункт. Расскажите страшную историю нездорового образа жизни. Что я подразумевала под страшной историей? Например, если вы расскажете историю, чем вреден холестериновые бляшки, холестерин, потому что наши коктейли не просто можно тем, у кого есть холестерин, а показан он, что он убирает, очищает наш организм от холестериновых бляшек. Сахарный диабет. Наши коктейли показаны людям, у кого сахарный диабет. Я просто хочу вам сказать, что когда люди живут, они многие едят вредные продукты, жирную пищу и многое другое, и они, может быть, задумываются, но думают, хай их пронесет, а оно не пронесет. И если у вас в жизни есть какие-то страшные истории, и, например, из ваших близких родственников, кто наткнулся на какие-то проблемы ожирения, на проблемы отдышек, на проблемы, что не могут ходить и многое другое, вот какую-нибудь такую настоящую страшную историю из своей жизни или из жизни своих близких, подготовьте. Прямо вот знаете как, вы же, когда будете рассказывать про своего близкого, вы же будете переживать, и, соответственно, вместе с вами люди будут сопереживать. Здесь будет очень хороший такой момент, что вы поделитесь с ними болью своей, и люди воспримут это очень хорошо. Не то, что они обрадуются, они на себя перекинут, так, а у меня ведь тоже это есть, и вот этим я страдаю, и вот это плохо. Поэтому расскажите вот такую страшную историю, подготовьте. Расскажите свои результаты по потреблению. Помните, я вам говорила, сделайте таблички и фотографии. Можно распечатать, а можно прямо на телефоне показать. Совместно попробуйте все продукты. То есть одноразовые, если вы придете домой, то человек может дать свои кружечки, проблем нет. Если человек не хочет давать кружечки кому-то, то будет очень, знаете, как этично, если вы принесете с собой одноразовые стаканчики, и просто-напросто туда придете со своими продуктами, вот велнос, насыпите разный продукт в разные стаканчики, купите воду, это нормально, если вы принесете, например, 5-литровую бутыль воды, потому что вы же не знаете, есть у человека фильтры или нету, может быть, вода будет невкусная, и с собой шейкеры. И тогда вы взболтаете, люди сами взболтают, сами себе нальют и сами попробуют. И здесь оно сработает так же, как те пробники, которые я вам предлагала, чтобы эти пробники вы начали продвигать. Следующий момент. Второе. Дни клиента. Очень часто мы проводили дни клиента по кислородной косметике и по многим другим продуктам. Проведите день клиента в кафе, в ресторане, где вы действительно можете, вот там и стаканы есть, и многое другое. Есть возможность на большом экране показать какие-то слайдовые презентации. Вы можете показать также какие-то видео интересные или красивое какое-то помещение, например, как мини-формата, где есть стулья, есть экраны, где вы можете поделиться. Пригласите своих коллег к сотрудничеству, кто получил результат по велносу, чтобы они рассказали о своих историях, чтобы они поделились, показали свои результаты. Когда вы делаете день клиента, домашний кружок – это меньше формат. Когда вы делаете день клиента, здесь необходимо большее количество партнеров, которые помогут вам в этом направлении. И вместе начните, организуйтесь и пропишите сценарий этого мероприятия, дня клиента. Сделайте праздничные мероприятия с конкурсами. На этих конкурсах вы можете эти пробники подарить, чтобы они их выигрывали. Может быть, там будет какой-то суперприз, один коктейль. Это будет просто прелестно. Кто-то выиграет. Они с удовольствием будут играть. Там могут быть вопросы, знаете, как «А что такое железо?», «А зачем оно нужно?». То есть, если на домашнем кружке вы рассказывали, то здесь можно в конкурсах, чтобы люди рассказали. Красочные ролики поставьте. Представьте представление всей продукции ЗОЖ, которая у нас есть, по-другому не назвать. Не могу. ЗОЖ – это здоровый образ жизни. Совместное взвешивание можно сделать, если вы купили весы или купили ваши коллеги. То вы можете уже сразу же на дне клиента взвесить людей и им уже в телефон сразу же внести вот эти данные, чтобы они увидели, сколько у них подкожного жира, сколько у них внутреннего жира. Вот эти весы великолепные, которые продает компания, которые у каждого есть в промо-акциях. Это тот, кто меня почему-то отключил. Поставьте плюсики, меня слышно или нет. Меня просто отключило. Слышно меня или нет, коллеги? Поставьте мне, пожалуйста, плюсики. Коллеги. Слышно? Отлично. А то меня прям раз вырубило, и все, отключилось. Вот связь плохо работает. Отлично. Смотрите, здесь вы можете, вот эти весы, вы можете действительно их всех взвесить, чтобы они увидели ту страшную картину, которую вы рассказывали на домашнем кружке, на дне клиента они увидят сами в своих телефонах, и эти данные у них в телефоне останутся. Согласна, хотелось бы баллов, но в любом случае, если вы выберете направление, Галина, полностью направление wellness, и именно захотите заработать приличное количество денег и приличное количество баллов, то в данной ситуации весы – это тот инструмент, который вы окупите очень в короткие сроки, если даже будете проводить домашний кружок клиента. Очень быстро это окупится в разы. Так вот, день клиента еще. Вы взвесили, и вы, когда их отпускаете… Сейчас звук появился или нет? Коллега, сейчас звук есть? Есть звук? Есть. Со связью что-то, не понимаю, что-то со связью вырубает, и все, все отлично. Двигаюсь дальше, время очень быстро летит, а мне еще очень много вам нужно рассказать. Рассказала про совместное взвешивание и отпускание наших клиентов домой, для того, чтобы они задумались, нужен ли им этот продукт, наивкуснейший и полезный. Третье – клуб по здоровому образу жизни, совместное оздоровление. Вот здесь те, кто любит именно тусить, полезно тусить, те, кто любит общаться вместе, то здесь очень… Совместные, как сообщество. Вместе ходить на тренировки, фитнес, или бассейн, или качалка, или бегать, или ту, и другую, и третье – все вместе. То есть создали клуб, набрали количество людей. Так как вы организатор, можете включить какую-то стоимость, сдать данный клуб, то есть это может стоить определенной суммы денег. Дополнительные какие-то оплаты, посещение каких-то мероприятий люди будут оплачивать самостоятельно. Но вашу работу, ваше соединение, ваше ведение этого клуба, оно может стоить определенных денег. И вы можете дополнительно получить какую-то сумму денег за свою работу. Вместе на тренировке, вместе вы разбираете и приготовление полезных блюд. То есть можно, например, кому-то прийти в гости, если согласны. Или, например, где-то найти такое место, где есть плита, и приготовить эту еду, чтобы именно здоровые рецепты очень здоровых блюд. Вместе встречи с психологом. То есть вы можете пригласить психолога на какой-то тренинг, пригласить, например, нашу Евгению Демидову или кого-то еще из местных психологов. Потому что, помните, я вначале говорила, что wellness – это направление внутренней гармонии, внутреннего состояния, удовлетворенности с жизнью. И поэтому здесь очень будет хорошо, если вы пригласите приглашенного психолога и вместе с этим клубом пройдете какие-то тренинги. То есть вот это духовное развитие, мышление, чтобы позитивно мыслить, вот это вот вместе делать очень интересно и весело. Вместе употреблять продукты wellness. То есть одно дело у каждого дома, а можно, в принципе, сделать так, чтобы мы, например, в какой-то день, предположим, ну, в завтраке, может, навряд ли, а в ужин, например, встречались и пили именно коктейли. Поэтому в этот момент, когда вы приглашаете клуб в какое-то место, и вы вместе пьете коктейль, вы однозначно видите, что ваши клиенты из клуба вместе с вами выпили данный коктейль и действительно поужинали. И им будет очень стыдно, когда они придут домой, что если они побегут к холодильнику. И вместе взвешивание на ваших весах и контроль замеров. Вот здесь вот как раз идет окупаемость стоимости весов, потому что если эта группа полностью клиенты, то вы выкупаете продукт на себя, вы зарабатываете большое количество баллов, вы отдаете клиентам по стоимости каталога, и вот эта прибыль вам очень хорошо ложится в карман. И вы здесь окупаете весы вообще запросто. Какой результат клубной деятельности может быть? Если вы организуете это вместе со своей структурой, со своими консультантами вместе, то у вас происходит и у ваших консультантов увеличение личного объема. Потому что можно, например, предложить, приди и пригласи своего друга или своего клиента. И люди могут привезти ваши консультанты, своих людей. Это личный объем, это групповой объем. Новые у вас регистрации могут появиться, людей, клиентов, которые захотят прийти именно в компанию Фаберлик. Это тренинг совместного действия с вашими консультантами и приобретение ими опыта. Потом они смогут самостоятельно проводить подобные мероприятия, потому что вы им покажете, как вы это делаете. И они уже потом со своими консультантами точно так же будут проводить. Это рост структуры и, соответственно, увеличение оборота структуры. Домашнее задание вам по этому направлению. Подумайте и наберите команду на совместное проведение мероприятий или на создание клуба. Распишите цели и задачи каждого члена команды и общая цель должна быть обязательно. Когда есть общая цель в командном взаимодействии и есть у каждого свои по цели, то тогда команда сработает очень положительно и очень результативно. Если общая цель будет, но заинтересованности каждого члена команды не будет, то в какой-то момент ваши консультанты сдуются и им будет неинтересно, потому что вы будете преследовать свою цель. Поэтому здесь очень важно собраться, обсудить и обсудить, что кто будет говорить и как вы это будете делать. Все ли здесь понятно? Поставьте плюсики, потому что я перехожу к следующему пункту. Все ли понятно? Поставьте плюсы. Отлично. Все понятно. Отлично. Третье направление, именно бизнес-направление wellness – это приглашение бизнес-партнеров. Это уже более серьезный такой подход, когда вы находите конкретных или блогеров, или предпринимателей, или специалистов, и вы уже с ними обсуждаете не просто совместные мероприятия, а вы уже обсуждаете, как каждый из этих партнеров сам может организовать, а вы поможете и подскажете. То есть вы ему можете предложить конкретные действия, конкретное развитие именно wellness-направления. Давайте посмотрим, какие есть именно предложения для бизнес-партнеров и для предпринимателей. Ну, я вам уже сказала, привлеките специалистов и предпринимателей. Первое – это открытие и развитие пункта выдачи по направлению wellness. Можно привлечь бизнес-партнера как на франшизу, объясняя ему, что в данной ситуации вы в определенный момент, конечно же, согласно регламенту, который установлен компанией, какие есть правила по открытию пункта выдачи, потому что если компания не будет разрешать в данном регионе открытие пункта выдачи, то получится обман своего партнера. Поэтому вам нужно уточнить, будет у своих, например, задать вопрос, может быть, в обратную связь, или у своих директоров, чтобы они уточнили. Если, предположим, у вас потенциальный партнер появляется в каком-то регионе, вы понимаете, что вы можете его пригласить именно на открытие пункта выдачи, как на развитие, как франшиза. Поэтому вы здесь можете узнать, можно ли на данной территории открыть пункт выдачи. Если вам говорят, да, добро, проблем нету, то вы можете конкретно обговаривать с вашим бизнес-партнером потенциальным именно это направление. Объединение или, например, если, предположим, нет возможности открытия пункта выдачи, но есть пункт выдачи, и вы, знаете, как я говорю, содружественные структуры, то есть, например, вы из разных структур, но вы дружите, вы помогаете друг другу, то здесь очень хорошо объединение лидерского корпуса на пункте выдачи в общее направление, то есть на совместные действия. Здесь идет по принципу также клубной деятельности, как я вам рассказывала в предыдущий момент, но с введением именно на территории пункта выдачи. Если там клубной деятельности, вам, возможно, будет необходимо дополнительно идти куда-то, например, проводить какие-то упражнения в каком-то фитнес-клубе или, предположим, снимать по часовую какую-то территорию, если у вас нет пункта выдачи, то и это возможно, то есть вы можете какое-то место снимать посуточно или, например, почасовое и заниматься там со своим клубом, то здесь конкретно идет, первое, развитие вашей структуры и ваших клиентов, второе, это выгодно очень держателю пункта выдачи, умному, разумному держателю пункта выдачи, потому что он заинтересован в увеличении товарооборота на своем пункте выдачи. Здесь получается, что вы объединяетесь, общие усилия, держатель пункта выдачи приглашает свою структуру, вы приглашаете свою, и вы совместно делаете вот такое мероприятие и прямо такой вот а-ля клуб. Сейчас очень хорошо работает именно несколько сетевых компаний по этому направлению, и вот, например, Гербалайф, они постоянно делают вот такие вот клубы, когда к ним приходят бабушки, женщины, мужчины в конкретное время, и они их кормят именно коктейлями, определенными продуктами серии Wellness. Сейчас я просто увидела, что многие другие сетевые компании делают, помимо того, что потребление совместное продукта, как клиенты приходят еще и делают дополнительную территорию, где проводят прям упражнения, то есть прям конкретно на пункте выдачи. И, например, может быть, рядышком помещение какое-то есть на пункте выдачи. Вы можете договориться там, снять на какое-то время, заплатить за какое-то время, пригласить фитнес-тренера приглашенного, или, возможно, у вас кто-то в структуре есть фитнес-тренер, и конкретно каждодневные, например, или три раза в неделю проводятся упражнения, конкретные занятия для этого клуба. То есть это идет прям, вот знаете как, точечно именно конкретно к привязке к пункту выдачи. И это очень интересное направление, если вы начнете его развивать, то территория пункта выдачи и товарооборот будет увеличиваться в разы. Ну, а пригласить – это уже каждый раздает листовки, огромное множество возможностей приглашения. Проведение совместных презентаций точно так же на пункте выдачи или дней открытых дверей, например, на пункте выдачи, именно по направлению wellness, с дегустацией продукта и привлечения на клубы и на регистрацию. То есть, например, вы проводите презентацию на данном ПВ или день открытых дверей и объявляете, что у нас вот открывается такой клуб или такой клуб у нас есть. И вы можете прийти, записаться, стоит это столько, сделать клубные карты и многое другое. Второе направление именно бизнес-партнеров – это организация со специалистами марафонов. Но здесь я все-таки предлагаю, что марафонов лучше онлайн, потому что, чтобы территориально не привязываться к конкретному городу, конкретной территории, потому что специалисты могут быть в других городах. Что такое специалисты? Это конкретно фитнес-тренера, это конкретно диетологи, это конкретно психологи. И очень удобный формат онлайн-марафонов, когда вы объединяетесь в совместное действие с этими специалистами. Вы их можете пригласить в свою структуру, или они уже есть в вашей структуре, и вы можете объединиться на общий марафон. Или вы можете конкретно пригласить вот этих людей зарегистрироваться и делать совместные марафоны, или как приглашенных. Например, вы объединяетесь с лидерским корпусом и приглашаете приглашенных специалистов, то есть за отдельную оплату или за какие-то, знаете как, ну, по договоренности по какой-то. Они приходят, они там продвигают свои услуги, но они проводят какие-то мероприятия в вашем марафоне. Поэтому это очень хорошее направление, на котором вы можете и пригласить, также получить новых консультантов, новых клиентов, новые продажи и многое другое. И все, что я говорила до этого, вы можете, в принципе, использовать и на этих марафонах. Третье. Продвижение в интернете wellness направления. Это узконаправленное направление, акцент на ЗОЖ. Как-то однажды был вебинар от Светланы Устратовой, на котором она говорила, что я сейчас начинаю делать конкретно узконаправленные различные вот такие направления. Например, направление Викиум или направление Велнос или направление еще какое-то. Очень часто многие люди, замечали ли вы, поставьте мне восклицательные знаки, замечали ли вы такую ситуацию, когда, например, вы предлагаете продукт, а вам говорят, я косметикой не пользуюсь. Было ли у вас такое? Говорили ли вам клиенты, я косметикой не пользуюсь? Было, конечно. Когда вы предлагаете не конкретный продукт, вот, когда вы можете предлагать не продукт, а предлагать направление, оздоровление, совместные какие-то тренировки, вы будете говорить, у нас будет психолог, у нас будет это, и многое-многое другое. Это люди приходят на изменения в своей жизни, а уже Велнос-продукт как в контексте, потому что вы фаверлик, и вы предлагаете покупку Велнос-продукта, и уже это внутри, знаете, как связка внутри происходит. И можно приглашать партнеров, которые будут продвигать только это направление, только направление Велно-здорового образа жизни. И этот человек будет конкретно в соцсетях, в интернете делать и рекламу, он, может быть, создаст какую-то конкретную страницу в Инстаграме и будет продвигаться. Это могут быть блогеры, которые, например, заинтересованы в этом. Но это действительно, это большая тема. Главное – поискать таких людей или в своем окружении, или, например, просто поискать в ваших контактах в соцсетях. И это направление как бизнес-партнеру предложить. Но здесь необходимо будет обязательно сделать расчеты тех доходов, которые получит бизнес-партнер. Если вы клиент-консультантом простым будете предлагать именно разницу с продаж или продажи, то здесь вы прописываете звание, прописываете быстрый старт, прописываете, то есть человек на... Опять сбой почему-то произошел. Слышно меня или нет? Сейчас проверьте, пожалуйста, поставьте плюсик, прошло или нет, идет звук или нет. Жду. Слышно? Слышно. Все. Совсем немножко осталось и по времени, и уже осталось совсем немного мне вам рассказать. То есть вы можете приглашать конкретно партнеров, конкретно на это направление. Смотрите, это узконаправленное, узконаправленное такое направление, акцент на ЗОЖ. Это повышение специализации диетологии в компании. Вы знаете все, что люди, например, хотят это направление продвигать, но не специалистами не являются. У нас есть шикарнейший продукт обучения от компании именно на диетолога. Но также вы можете пригласить партнера именно на обучение диетологии в нашей компании. И когда он придет на это, он подспудно далее начнет и работать в этом направлении, и сам диетологом станет. И здесь вы уже можете очень много полезного ему предложить. Результат по бизнес-направлению какой? Выход на новые звания и квалификации, естественно, потому что вы приглашаете бизнес-партнеров. Осознанная позиция лидера, потому что люди приходят в осознанной позиции. Вам не нужно его уговаривать. Они уже многое знают намного лучше, чем даже вы. Это развитие новых территорий, открытие новых ПВ на каких-то других территориях и даже, может быть, в вашем городе. Это привлечение других стран и городов, если вы возьмете направление через онлайн. Домашнее задание вам по этому направлению. Составьте список целевой аудитории в своем городе, например, тех людей, кто действительно является специалистами среди ваших знакомых или находятся где-то недалеко, ну, относительно знакомые, и идите к ним. И среди подписчиков в соцсетях, может быть, у вас есть психологи, бизнес-тренеры, диктологи, идите к ним. Подготовьте, сделайте бизнес-предложение этим людям и сделайте его, потому что здесь должно быть особое предложение, а не просто, ой, у нас такое классное, замечательный продукт, приходите к нам. Вот я вам сделала такую картиночку, создайте свой личный слоган. Может быть, огромное множество. Так, у меня здесь война среди котов. Иди отсюда. Извините. Два кота драться начали. Итак, вот смотрите, я накопала в интернете несколько слоганов, которые мне очень понравились. Велнос-прокачка, велнос-перезагрузка, например, сделать клубную карту вот такую, подготовь себя к весне за 4 месяца, уникальная клубная карта весна, и велнос-клуб, если вы будете делать, или, например, велнос-клуб вот справа. То есть придумайте свой слоган, придумайте свой индивидуальный, и везде его вставляйте в свои марафоны, в мероприятия. Может быть, прям вот картинку какую-то красивую сделайте, именно вашу. Тогда вы будете очень кардинально отличаться от всех остальных велнос-направлений и других компаний. Точно так же вы будете отличаться кардинально от велнос-направлений наших коллег в компании Фаберли. И в конце я бы хотела бы вам сказать, вот такие мероприятия, как проводятся 27 сентября в 12 часов в Челябинске, в Смолино-парке, в шикарнейшем отеле, будет проходить мероприятие подобного формата, как я вам говорила. Его можно назвать как, знаете, как мероприятие для клиентов, для консультантов, для того, чтобы они больше узнали про велнос, как многие сейчас пришли на наш вебинар. Это можно делать подобные мероприятия для клиентов. Я вам сегодня очень много об этом рассказывала. И я вам всем предлагаю, чтобы вы обязательно были на этом мероприятии, потому что вы воочию увидите, как это делается красиво. Как это делается правильно. Вы сделаете себе определенные пометки, которые вы будете использовать в своем продвижении в велнос-направлении. На этом данном мероприятии будет и обзор продуктов велнос. И точно так же вы сможете продегустировать наивкуснейшие наши продукты, потому что Лига Челябинской области очень прям рьяный, очень, прям очень-очень готовится для того, чтобы это было не только красиво, но и очень-очень вкусно. А еще там будет потрясающая лотерея, в которой вы сможете участвовать и выиграть определенные продукты. Именно направление велнос. Там будет рассказано о новинках продуктов. История снижения веса будут вживую. Вы увидите людей, которые уже получили шикарнейшие результаты, и вы сможете себе в копилочку собрать эти результаты, которые пригодятся вам и в работе, и для своих консультантов. Ну, естественно, фото-зона и фото-сессия, которые вы сможете рассказывать. Вот мы были на таком мероприятии, и, может быть, это как раз будет первая та точечка, с которой вы начнете направление велнос, развитие именно бизнеса. Увеличение своих групповых объемов, увеличение своих личных объемов. И, конечно же, везите обязательно своих консультантов на это мероприятие, именно подобные мероприятия, потому что лидеры рождаются на мероприятиях. Они загораются, они зажигаются и начинают идти даже независимо от вас. На этом сегодняшний вебинар у меня закончен. Если у вас есть какие-то вопросы, я готова ответить. Там посмотрю, есть ли у нас вопросы по моему выступлению, но вроде бы я не вижу их. Есть ли у вас вопросы, коллеги, потому что сегодняшний вебинар у меня подошел к концу. Вижу, кто-то пишет. Я просто, знаете, вам скажу такой момент. Я сама была в тест-группе. Я понимаю, насколько это гениальнейший продукт, с которым можно творить чудеса лично с собой, творить чудеса со своей структурой, омолаживать, улучшать здоровье своих консультантов, своих знакомых, своих близких и просто-напросто двигаться вперед к новым званиям и к новым квалификациям. Раз нет вопросов, спасибо за внимание. С вами был мой вопрос. Прочитай, Танюша, про Германию. Ты написала вверху, да? Спасибо большое за ваш отзыв про информацию. Сейчас про Германию прочту. Татьяна, а каким образом получают wellness продукты консультантов Германии? Что они могут заказать? Хороший вопрос, но честно скажу, что я не знаю, какие продукты есть в Германии. Давайте этот вопрос перенесем в наши чаты. Вы меня найдите. Я обязательно уточню, потому что у меня есть структура из Германии. И я обязательно узнаю, есть ли у них эти продукты. Но я могу так сказать, что, например, у меня люди, у которых нет этого продукта wellness, мы просто формируем для данных людей, оформляем заказы на Россию. Делюсь я ваш таким лайфхаком. На их номера оформляем заказы на Россию. Потом упаковываем в определенную упаковку и отправляем им почтой. Почтой, конечно, идет дольше, но есть различные виды в зависимости от страны. Есть различные виды доставки. Потом эту доставку они делят между собой консультанты и пользуются нашим великолепным продуктом просто с удовольствием. Потому что продукция эта очень легкая и она не очень много весит. На этом все. Спасибо за внимание, коллеги. Удачи, роста закрыта пока. Возможно, сейчас не скажу, но были такие моменты, когда у меня сыновья жили в Америке. Я очень много отправляла продуктов им в Америку большими коробками. Они там предлагали клиентам и работали. То есть сейчас, слава богу, открыто много определенных стран от компаний, в которых многие продукты появились и, вероятнее всего, будут появляться. Но вопрос отличный. Я обязательно задам этот вопрос компанию, уточню. И напишите мне, я вам отвечу. Ну все. Удачи, роста вам. Двухнедельный каталог. Приезжайте на мероприятия и растите. Растите только в объемах фаверлик. А в объемах тела страните. Становитесь еще красивее, еще моложе и еще здоровее. До свидания. До новых встреч.